Оник Агаджанян Да Вы заслуживали победу? Да Скажи мне вот четыре тура прошло. Самая сложная игра? Наверное была с Динамо с ОВАР. Ну соперник нас доминировал, у нас было мало моментов, но мы не сумели сорвать ничью и заработать одну очку. Если сравнивать эти два матча, в каком из них было проще? В этом. В этом? Учитывая сегодняшний результат, легче становится? Да. Спасибо болельщикам, они поддерживали нас. С помощью их поддержки мы выиграли этот матч. Все, спасибо. Вопросов нет. Хазрид Джангиревич Дышеков, поздравляю вас с победой. Можете прокомментировать по матчу, насколько сегодня сложно было или наоборот? Ну, я по себе знаю, что здесь всегда тяжело играть. Плюс немножко вязкое поле было сегодня, но ребятишкам очень тяжело было. Поэтому много борьбы было, много единоборств. Ну, и удача сегодня просто была на нашей стороне. Мы смогли забить свой мяч, а хозяева не смогли. В целом, конечно, бойцовскими качествами, самоотдачей мы довольны. Но содержание игры, конечно, оставляет лучшего, чтобы было. Каково играть в родных стенах? Всегда приятно. Не только играть, находиться. Я приехал и много друзей здесь уже повстречался. И сейчас буду встречаться. Поэтому сюда всегда мне приятно приезжать. Что можете пожелать команде соперников? Я желаю команде соперников, чтобы уже наконец-то они победили. Я смотрю их игры, желание есть, стремление. Но чуть-чуть не хватает везения. Вот, чтобы это везение у них появилось. После этого матча уже можно побеждать? Я думаю, да. Спасибо. Удачи вам. Всего доброго. Спасибо. Адам Кочесоков, игрок Нальчского Спартака. Адам, что сегодня не получилось? Как ты думаешь? Ну, сегодня чуть не доработали. И за счет только этого удаления проиграли. Это единственная ошибка, которая еще была. Ну, и стоило чуть больше дорабатывать сзади. А если брать первые четыре тура, как ты оценишь, на каком месте по игре ты поставил бы сегодняшнюю встречу? Ну, хорошие были встречи все. Я думаю, где-то посередине можно поставить. Можно посередине. Как ты думаешь, результат сегодняшнего матча справедлив по сегодняшней игре? Игра была очень равной, но у нас были и побольше подходов, и не смогли завершить атаки. Думаю, хотя бы ничья. Как думаешь, будьте... Вот тренер, что вам скажет после матча? Ну, он сказал, не расстраиваться. Еще будут такие же моменты, такие же матчи, и будем дорабатывать и улучшать таблицу. Спасибо. Асланбек Султанович Хансов, тренер команды «Спартак» Нальчик. Асланбек, что у вас сегодня не пошло, что не получилось? Довольны ли вы сегодняшней игрой? Ну, довольны быть, конечно, наверное, вряд ли. Из-за того, что... Ну, с одной стороны, самодача, там движение, старание было. Но вот наши ошибки, к сожалению, почему-то фатальными становятся. Вот здесь нам надо немножко разобраться, что те ошибки, которые мы допускаем, надо их исправлять. А они, к сожалению, из игры в игру переходят. Пока вот этого понимания, кто как должен там страховать, кто так играть, вот немножко здесь дисбаланс. А в целом, я бы не сказал, что мы там проиграли по игре. Я думаю, это равная игра была сегодня. Таких моментов ни у них, таких не было, ни у нас, может, таких. Давление какое-то мы осуществляли там, но хотелось бы это давление реализовывать. Конкретные там ситуации голевые. А так, вот это одна ошибка центрального защитника, и вот привела к голу. Ну, тем не менее, играя в меньшинстве, эти там 10-15 минут, которые мы там играли, я думаю, мы тоже неплохо отыграли, это отрезать. Так что будем готовиться к следующим играм, делать выводы и исправлять ситуацию. Ошибки были как у вас, так и у соперников. Вот вы не смогли воспользоваться. Ну да, у нас вот это, видишь, у них это ошибка, наша ошибка была, они на ход, сходу там атакуют, здесь не сыграл в борьбе, немножко испугался, тут вырывает и проходит пространство, и там он решает, исполняет дальнее. А вот наши, их вернее ошибки, и наши моменты, которые там создавались, там сумбур какой-то был. Там сумбур, там 50, протолкнуть, не протолкнуть, там ударить, там с носка не сон, он такой, не скажешь, что там пространство было, чтобы можно было оценить ситуацию и решить, а он как-то в сумбуре эти все моменты. Ну, надо эти моменты все равно уметь там проткнуть этот мяч. А с другой стороны, хотелось бы, чтобы мяч немножко, у нас более качественно, качественно работать с мячом, тогда будут и моменты более качественные. Будем работать, Арсен. Спасибо. Удачи.